Друзья, но будем говорить серьезно, да? Поэтому это потрясающее время была, пятница, суббота. Жалко, что вы не все смогли присутствовать. Но, как сказал брат, у вас есть возможность продолжать. Я знаю этот материал, о чем Алексей проповедовал, но я ловил себя каждый раз на мысли и ловлю о том, что каждый раз я слушаю, я возгреваюсь. То есть просто мой дух возгревается. И вот часто, знаете, бывает такое, ты говоришь себе, я все знаю, да я уже это знаю. Но, во-первых, Библия говорит, что ты не знаешь, как должно. Поэтому вопрос обновления разума, такая штука, которая является самым важным процессом в жизни. Такое слово, обновлять свой разум, оно кажется, что оно какое-то современное, или оно пришло откуда-то, психологов каких-то или нет. На самом деле это библейское выражение, если вы помните, в 12 главе Римлян написано, чтобы мы обновляли свой разум духом ума и размышляли. Ум обновляется всегда, всегда. И не только Божьим Словом. Вот, что нужно делать, что обновлять его Божьим Словом. Но что оно чем обновляется? Новостями, ситуациями, диагнозами и прочими вещами. Поэтому так важно пребывать, слушать, назидаться, возгреваться. Я вот ловил себя на мысли, что хоть я и знаю этот материал, но просто вот слушал с большим удовольствием и возгревал себя. Я видел, что возгревались люди здесь, кто пребывал, поэтому вы переживали исцеление, так удивительно. Казалось бы, что-то новое пришло. Это всегда было у вас, просто вы слушали об этом и возгревали. Это стало происходить. Поэтому это так важно. Вот, и я хочу как бы, и вы все так на меня смотрите, что мне немножко как-то даже что-то оволнительно. То есть, аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. Иисус наш Царь. Аминь. Хорошо. Вот. И хочется, знаете, так с вами поговорить, чтобы вы вот, ну, поняли меня. Ну, в данном случае, да. Почему, то есть. Вот часто в церкви, когда я проповедую у себя, то бывают люди, они немножко, ну, обижаются, то есть. Вот. Я не знаю, почему они обижаются. Я когда не могу понять этого. Вот. Но я стараюсь это понять. И я им говорю, постарайся понять меня. Почему я это говорю. Почему. Вот. И какие-то вещи, то есть, звучали в пятницу или в субботу. Может быть, кого-то это где-то раздражало. Может быть, кого-то это что-то смущало. Новые люди приличные, не стали там с места кричать. Вот. Но остались там вопросы, например, или что-то. Например, не знаю, может быть, кого-то вот в пятницу резануло по поводу того, что Бог не исцеляет через врачей. Вот. Но Бог реагирует. Я когда вот начал пребывать в учении, которым, которым мы, вот Алексей привез и в котором мы пребываем уже, сколько мы пребываем-то в этом. Ну, где-то восьмой год уже, восьмой год. И, скажем так, когда я впервые, вот на какой-то, я помню, ячейке, вот, так как раз пришли новые люди из церкви, но с других церквей, с опытом. Когда я сказал, что, слушай, ну, Бог через врачей не исцеляет, я думал, меня вилами затыкают, то есть, ну, просто поднимут на вилы и все. То есть, вот прям как сейчас вижу одну сестру, прям, она сегодня, слава Богу, с ней, все хорошо, она лидер одной из команд жизни у нас, но это было что-то. Вот. Но это действительно так, Бог не исцеляет через врачей. И здесь важно понять, мы не говорим, что врачи плохие, это не вопрос этого. Просто врачи это врачи, Бог это Бог. И Бог исцеляет только одним способом, через раны Иисуса Христа. Аллилуйя. Если он как-то еще действует, тогда, значит, ран недостаточно. Понимаете? То есть, важно размышлять, вникать, почему и как, то есть, это происходит. Поэтому, врачи, слава Богу, слава Богу за врачей. И действительно, они многих спасли. Вот. Но надо отдать должное, многим и повредили. Правильно? Поэтому, Бог, как бы, если исцеляет через врачей, тогда, значит, там, где была проблема, это какой-то, ну, знаете, если Бог делает одному, то он делает всем. Он нелицеприятный. Правильно? Поэтому, если где-то что-то произошло, мы, ну, должны понимать, что, значит, здесь Бог сделал, а здесь Бог как-то не сделал, или что происходит. Поэтому, нам важно вникать и размышлять об этих вещах. Слава Богу. Но, реально существует то, что можно научиться ходить в божественной силе и не иметь обращения к врачам. Правильно? Вот. Это, и это очень хорошо. Слава Богу за них. Вот. Благословляем их, но, как бы, не буду в эту сторону заходить дальше. Дальше. Психологи, звучало, что психологи, я не знаю, может быть, кому-то это не понравилось, про психологов, что психологи это, вот, честно, но мне же честно с вами надо быть, да? Правильно? Тем более, мне завтра уезжать, как бы, ну. Я ненавижу психологию. Вот слово такое. Вот прям, ну вот, очень сильно ее не люблю. Давайте так. Очень сильно. Я, и вот, если тебя это дергает, попытайся понять меня. Это не просто, ну, не просто бзик там, не просто что-то. Это за этим стоит серьезное размышление по поводу Слова Божьего. И, потому что сегодня в христианстве очень много этого. Меня это очень огорчает. И вот то учение, в котором пребываем мы, оно категорически отрицает все это. Категорически. Я всегда подразовал, что что-то с этим не то в психологии. Но у меня не было нужных слов и нужного понимания. Но когда ты вникаешь в Писание, вникаешь, кто ты, кто ты и кто живет в тебе. Аллилуйя. Если вы вот подумаете об этом. Хорошо, а кто мы? Вот кто ты? Кто ты? Ребенок Бога. Хорошо. А есть дочери Божьи здесь? Есть дочери Божьи? Да. Галина, как-то хитро. А у нас в церкви уже все научены. Нету дочерей. У нас в церкви нет дочерей Божьих. У нас есть только сыновья Божьи. Вот. Но вы понимать должны. Сыновья Божьи, они не мужского рода. На небе нет мужчин и женщин. Правильно? Вот. А потому что сыны Бога живого. А вот. Но понимаешь, смотри. Вот ты потом спросишь, да, у людей. Мы же тоже, понимаешь, когда нас называют невестой Христа, мужчин, нам тоже, ну, как-то это, короче, один-один, понимаешь? То есть, вот. Поэтому нормально. Мне было сложно вспоминать невестой Христа. Мне почему-то сразу, мы, кстати, проезжали вчера, там у вас какой-то парк здесь красивый. И там фата, вот кто-то фотоится к свадьбе, видать, молодые готовятся. И вот почему-то мне всегда это представилось. Я, ну, фата белая. И мне было очень это все. Но Библия написано, что мы невеста Христа все. Поэтому нормально. Но вам, сестры, нужно привыкнуть, что вы сыны Бога живого. Аллилуйя. Потому что на небе нет ни мужчин, ни женщин. Есть сыны. И все. Вот. И вот смотри. Хорошо. Мы давайте, к чему это все, да? Вы сыны Бога живого. Правильно? Сыновья Бога. Аллилуйя. Вчера мы читали потрясающее местописание. О том, что внутри нас есть некий ум. Что за ум? Ум Христов. Хорошо. Вот смотрите. Эти фразы, они такие порой, ну, как бы, вот кто более-менее долго в церкви, да, он уже знает эти фразы. Но знаем ли мы глубину этих фраз? Что такое ум Иисуса Христа? Вот вы как бы можете соразмерить, что это? Как это? Ум Иисуса Христа. Это очень что-то большое. Очень что-то большое. Правильно? Вот. Аллилуйя. Представьте себе. То есть, хорошо, даже подумайте не религиозным языком. Или умом, или доктринами. Ум Иисуса Христа. И Иисус знал все. Правильно? Аллилуйя. Были ли какие-то проблемы Иисус такой в стопоре, что делать? Не знаю. Мог ли его кто-то загнать в какие-то тупики? Был ли он в нищете, там что-то вложился, куда-то прогорел, там ничего не знал. Ну, вот, или образно, там, знал ли он какой будет курс рубля, и нормально бы он на этом бы заработал. Правильно? Да. Но я вам к тому, что и в реальной жизни это ум Иисуса Христа. Согласитесь? Есть ли ум Иисуса Христа у мусульман? Ум Иисуса Христа. У мусульман есть ум Иисуса Христа? А что он у них будет? Вы что? Какого Отца Небесного? Аллаха? А как можно к Аллаху прийти? Ну, если это Отец Небесный. Через кого мы приходим? Через Иисуса Христа. А верят ли они в Иисуса Христа? А что такое Христос? Иса. Иса. Кто для них Иса? Пророк. А он пророк? А вы спросите у них, а вот Сын Божий, что они вам ответят? Слушайте, но это вам надо поразбираться. Туда не будем поворачивать, это серьезная тема. Но у них нет никакого ума Христа и рядом быть не может. И не верят ни в какого Святого Духа, у них его нет и не существует. И они все идут в ад. Мы любим мусульман. Но мы должны понимать, что мы не одно и то же. И мы, как говорил Алексей, мы не братья с ними. Мы не братья. Аминь. И вы, если хотите реально пощупать мусульман, поезжайте в мусульманские страны и попробуйте сказать. Иса Бог. То есть попробуйте. Посмотрим. Долго ли вы будете там жить. Это серьезная тема, но я не хочу туда поворачивать. Может быть даже я зря это зацепил. Но суть в том, что, короче, я к чему? Ум Иисуса Христа только у вас. Но я имею в виду у христиан. Не у церкви этого города только, но и у церквей этого. Но ум Иисуса Христа. И это что-то очень сильно большое. Мощное. Аллилуйя. Правильно? Хорошо. В Библии написано, что вы имеете полноту Бога в себе. Знаете ли вы это? Как вот? Я это знаю. Но я понять не могу. Я не могу понять, как во мне полнота Божья. Потому что Бог сотворил Вселенную. И Бог, написано, держит Вселенную в своей руке. Правильно? И как это? Он внутри меня поместился. Понимаете? Или не понимаете? Нет. Вам надо понять, почему я это не понимаю. Я говорю, да? Я не понимаю, как он во мне помещается. Меня должно порвать. То есть, я не знаю. Как эта мощь во мне может быть? Это сила, которую Он сотворил Вселенную. Словом своим. Правильно? Вы теперь... Вы точно уверены, что Он в вас? Во всей полноте? Знаете, где это написано, да? В Колоссяна, второй главе. Что вы имеете эту полноту внутри себя, которая была во Христе Иисусе. Вся полнота Божья. Аминь? Хорошо. Теперь смотрите. Давайте даже я не буду раскручивать дальше эту тему. Потому что я не об этом хотел проповедовать. Но в вас полнота Божья. В вас благословение Божье. В вас ум Иисуса Христа. Вы сыны Бога Живого. И вы пойдете к психологам. Как это в смысле? Кто такие психологи? Это не спасенные люди. У нас... Мы сильно приклеены к этому миру. И мы сильно как бы ориентируемся... А, ну я знал, что это будет. Ну, сестра, ну это знаешь, что как? Это вот Бог учит тебя любить и прощать. Сегодня. Он меня прислал тебе учить, любить и прощать. То есть, вот. Вдумайтесь. Я понимаю. Я немножко юморю. Но тема глубокая и серьезная. И нужно в это вникнуть серьезно и понять. Нужно поверить. Вот в чем наша проблема у христиан? Мы не знаем, кто мы. Может быть, мы слышали, читали. Но вот на уровне того, что тебя не переубедить. На том, что ты уверен на уровне своего ДНК. Кто ты? Сын Бога Живого. А что такое Сын Бога Живого? Кто такой Сын Бога Живого? Ну, только одна личность показала нам, кто такой Сын Бога Живого. Это Иисус Христос. И то, о чем Алексей качал эти два дня, о том, что мы и Иисус одинаковые. Мы не Иисус. Ну, чтобы вы понимали, да? Потому что сегодня есть такие еретические учения. Но мы такие же, как Он. И Библия много об этом говорит. И Иисус сказал, помните, Павел говорит, подражайте Богу. Но как ты Ему можешь подражать, если ты не соответствуешь Ему? Ты не можешь Ему подражать. Ну, если нет такой перспективы. Правильно? Если ты грешник, если тебе не может быть, как Иисус, как ты Ему можешь подражать? Иисус сказал, верующий в Меня будет делать дела такие же, как Я. и больше сотворит. Больше сотворит. Как ты можешь сотворить больше, если ты не соответствуешь ему? Ты даже, ну, мы стремимся хотя бы делать так же пока. Вот, сотворим и больше. Понимаете? Это глубоко, очень глубоко. Поэтому, соответственно, для меня, то есть вот просто как бы я размышляю и я думаю, а кто такой психолог? Это человек, который не рожденный свыше. Вот, тот, который разбирается и они кажутся умными. Но во мне ум Иисуса Христа. И как я к нему пойду? В смысле, что он мне скажет? Что он? Это я ему должен говорить. Он не может мне помочь. Они и себе-то помочь не могут. Все, что они могут, это... Вы повникаете, у них проблем куча. Они поразведенные там, по это... И все там, и с детьми у них сложности. Кому они, врачи, исцели себя-то? Ну, как бы, кому они могут помочь? Поэтому, понимаете? Но сегодня люди из-за того, что не знают, кто они во Христе Иисусе, такая идет путаница. Поэтому я к чему? Попытайтесь понять меня. Ну, Алексея там, да? Или если тебя это раздражает. Потому что психологи, это плохо. Ну, это не наша сфера. Не наша. Понимаете? Ну, вот можете себе представить Иисуса Христа, а лежащего у кого-нибудь психолога, и там, блин, достали все меня. Эти фарисеи. Ладно, фарисеи, с ними все понятно, но эти ученики, какие они просто. Вы можете себе такого представить Иисуса? Не можете представить? Это как совместить? Вот, понимаешь? Вот в том-то сестра и дело, то есть. Но, что мне завтра уезжать? Я могу говорить все, что хочу. На самом деле, ребят, нам нужно, понимаете, чем... Я понимаю, вот я бы, наверное, раньше бы спорил сам с собой. Я и вспоминаю себя 10 лет назад. Мы бы с ним не договорились, с тем Юрой. Как бы мы... Чем больше ты вникаешь в Писание, чем больше ты вникаешь, кто ты во Христе Иисусе, а Библия говорит, делать наше избрание более крепким, а избрание-то сыновья Бога Живого, ты начинаешь понимать, что, слушайте, ну хорошо, ну давайте так, кто вы еще? Цари и священники. Аллилуйя. Вы цари и священники Бога Живого, сотворившего Вселенную. Правильно? И вы идете к людям, которые, допустим, и можно ли представить себе царя, священника с умом Иисуса Христа, Сына Бога Живого. Аллилуйя. Имеющий полноту Бога, идущего человеку, который не умеет и не знает духовных вещей. Понимаете, какая такая каша получается? Немножко. Но почему это происходит? Потому что мы не умеем в этом ходить. Мы не знаем, кто мы до конца. Поэтому мы бежим к ним. Ну, кто-то бежит. Для меня эта тема просто закрытая. Нет. Ну, это бред какой-то. Просто. То есть, Христос что, не действует, что ли? Что нет в нем силы и славы и могущества мне помочь, что мне придется к человеку идти. Это еще. И еще, может быть, резало слух. Уже наша там внутренняя христианская тема, да? Может быть, вам резало слух по поводу энкаунтеров и СОЗа. Вот. Резало? Резало, резало. Понимаете? Было такое. Да. Я к чему? Попытайтесь понять. Это же не просто какие-то, ну, фразочки или там лозунги. Это глубокая доктрина за этим стоит. Глубокое понимание. Почему как бы нет? Почему нет? Что вот. А если нет, то что да? То что вместо этого? Главная суть, правильно? Нам быть с вами благосовенными. Аминь? Важно очень. Во всех сферах жизни. Аминь? И Бог только за этого. Вот. Верю ли я в процветание образно, финансово? Очень. Очень верю. Для чего мне это нужно? Вот. Мы вчера с Алексеем сидели, и он хороший план. Но он знает мои идеи по этому поводу, и мои желания, и мои стремления. Сделать библейскую школу, школу для реальных детей, где мы будем учить с самого детства. Там, христианскую. Большую. Вот просто. Вот там, короче, в 15 микрорайоне классная школа. Вот просто прийти и купить. Вот просто. Ну, или построить. Вот так. Сколько на это нужно денег? Вот. Не для того, чтобы что-то для себя. Дом себе там забахать такой. Жить в этой школе, да? А вот именно вот это царство Божие распространять. Денег нужно очень много. Поэтому вопрос, нужно ли, не нужно процветать, он, ну, он как бы автоматически снимается. Очень и сильно. Для одной цели. Чтобы распространить небесное царство. Аминь. Вот. Поэтому, соответственно, мы многое не можем сделать, потому что у нас нет денег. Нам нужны деньги. Вот. Но это не буду туда я заходить. Это так. Но нам нужно процветать в семьях. Быть благосовенными в семьях. Мы, Библия говорит, мы уже благосовенны. Почему я сказал, что высвободить благосовение? Библия не говорит, что Бог нас благосовит. Библия говорит, что Он нас уже благосовил. Аминь. Помните? Эфесянам 1 глава, 3 стих. Уже благосовил. Всеми. Духовными. Вот ты представь себе, Бог не может тебя благосовить больше. Он уже все отдал. У него нет больше благосовений. Они все есть внутри нас. Вопрос. Почему порой все не так, как на словах? Вот это главная задача и разобраться. И научиться. Ходить в том, чтобы это реально работало. В нашей жизни. Как у Иисуса. Вот. Поэтому мы как бы и разбираемся с этими вещами. И, соответственно, многие вещи, которые мы слышим и мы видим, как это происходит в христианстве, поэтому мы и говорим, что слушай, это не так должно быть. Это не работает. Это все. До того, как я начал изучать учения, в котором мы пребываем, мы, у нас есть наш общий друг, пастор Николай, мы искали с ним силы, Божьи силы. Где сила? Уже к тебе, Джошуа, собирались. Чтобы нас там, ну, в общем, передали нам, как его там, помазание. Да. Вот. То есть, и все эти вещи. И мы искали. И я был за СОЗа. И за всякие там вещи. Вот. Какой-то. И даже уже хотел поставить уже, чтобы рисовали картины у нас там. И с флагами уже собирался. Ну, уже не было кому бегать. А так бы, ну. Если только я сам, то есть, ну, это уже 2-1 тогда будет. Вот. И не могу себя представить. Но вот я был вот такой ищи. Но когда я стал вникать в учение, брата Кари, да, вот, и сегодня это учение мы в России транслируем, как христианское движение веры. То есть, я стал как бы, ну, она, в общем, это стало отмирать. Потому что я увидел, что, слушай, ну, это как бы, ну, не совсем то, что написано в Писании. Вот. Но не просто же нужно отказаться, нужно же принести реальное изменение в жизни людей. И вот нужно понять, а что реально влияет на людей. Суть в чем? Есть ли у тебя это сегодня? И можешь ли ты уже сегодня начинать менять свою жизнь? И применять это? Или тебе нужно куда-то поехать? Или тебе нужен какой-то другой человек? Или что-то работает не так? Хорошо. Давайте мы откроем с вами, слава Господу. Слушайте, я, знаете, такой грех сделал, не взял с собой бумажной Библии. Вижу, вон там талмуд какой-то серьезный. Нормально. Но я примерно поэтому ее и не взял, потому что вещей было много. Такая, слушайте, а хорошая такая. Классная. Хорошо. О притче. Четвертая голова. Притча, четвертая голова. Хорошо. Поэтому ваша главная задача сегодня – меня покрыть любовью и простить сразу. Да, сестра? Да? Вот, попробуем. Ну ладно. Но это заповедь. Божья. Возлюбить ближнего, как самого себя. И это раз. Второе – понять, почему я это говорю сегодня. Ну и третье, если получится, что тебе нужно? Где, чем тебе заняться в ближайшее время до 120, до 119-364 дня? Да? Смотрите. Итак, конечно же, известное местописание, четвертая глава, 20-й стих. Смотри внимательно в слово. Я не слышу шелестения и это вашего в Библии. Да? Это понятно, что у вас там. Поэтому сегодня так и все и происходит. Понимаете? У тебя должно быть это с собой. И где-то. Потому что смотри, что написано. Итак, сын мой. Сын мой, понимаете? Аллилуйя. И, ну ладно. Словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего. Потому что они жизнь. Аллилуйя. К чему люди ходят? К психологам. Зачем? Ну, чтобы наладить жизнь. Правильно? Ну, там по разным причинам. Кто-то с семьей там проблемы, кто-то с детьми. Кто-то там депрессия или какие-то вещи. Ну, жизнь. Все, что в жизни много. Правильно? А Библия говорит. Потому что они жизнь. Для того, кто нашел их. Аминь. И здравие для всего тела его. В одном из переводов написано лекарство для всего тела твоего. Итак, давайте внимательно. Понимаете, почему? Может быть, вот как бы я очень прошу, чтобы вы поняли, почему такая категоричность. Почему такое отношение, ну вот к тому, что, слушай, вот путь святых. Вот как святые должны делать. Вот чем они должны заниматься. Вот куда нужно тратить свое время и силы. Аллилуйя. Итак, смотрите еще раз. Словам моим внимаем. Правильно? То есть нужно сосредоточенно погружаться. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Я пойду чуть быстрее. Не буду всех нюансов. Аллилуйя. Итак, давайте на практическую часть сразу. Петр пишет нам, чтобы мы возлюбили Слово Божие. Да, словесное молоко. Правильно? Первое Петра 2.2. Чтобы мы возлюбили Слово, Библию. Внимали ее. Правильно? Иисус сказал, не хлебом единым будет жив человек, но походом всяким психологом будет жив человек. Аллилуйя. Или тебе надо на энкаунтер. Или ты поедешь на Соза. Пожалуйста, покройте любовью сегодня. Очень сильно прошу. Аллилуйя. Я не приехал, или я чуть-чуть шучу, или я все-таки приехал, разрушать ничью веру. Но хочется что-то такого серьезного, настоящего. То, что мы, христиане, любим какой-то хайп, что ли. Не знаю, сейчас энкаунтер, они что-то отъезжают. Тут Соза. Звонит мне, созваниваются мы с епископом, которым юридически наша церковь юридически там состоит. Ну, крыша юридическая, да. И мы разговариваем. Он старец. Уже много лет в Господе. С советских времен. Седой. Павел Александрович Савельев. То есть, вот. С лесного братства. Советские гонения. Все они проходили. Близкий друг Сергея Васильевича Риховского. И он говорит, Юр, представляешь? Тут какая-то тема такая появилась в Москве. А что за тема? Соза, говорит, такая появилась. Ну, что это такое? Взрослый мужик, 38 лет. Открывает, что где-то там он описывался в штаны. И мой штаны родители что-то не поменяли. У него теперь обида. Обида оказывается у него на родителей. И вот он теперь это. Что это такое? Что это за вещи? Что вот эти какие-то находят из чего-то прошлого? Я помню, приехал на конференцию одну. И меня поселили сестра. Почтенная сестра. Я уже второй год там останавливался. И та церковь очень ратовала вот именно за Соза. Она только-только появилась. То есть Соза. И они прям вот пасторов просили проходить ее, посмотреть, что это такое. И она рассказывает мне вечером. Я, говорит, вот тут, представляешь, на Созе была. Ухо, говорит, у меня не исцеляется. Вот. А ухо. Я такой, да, интересно, здорово. Вот, на Созе, короче, нашли у меня что? А что? А я, говорит, в детстве бежала во втором классе в школе. И мне подножку подставили. Я вспоткнулась. А учительница говорит, что-то ты такая, типа, невнимательная какая-то. И вот, короче, оттуда идет. Интересно. А что, ухо-то исцелили, то есть? Ну, нет, как бы. Но так это звучит как-то интересно. Интересно. Хорошо. Хорошо. Девочке семь лет, да? А ты кто во Христе Иисусе? Вот. Кто ты? Новое творение. О чем Алексей говорил? Смотрите, мы либо вот, понимаете, мы не понимаем, что это реально вот то, что говорит Библия. Я новое творение. Что там со мной в семь лет было, кому это важно вообще? То есть я умер, я мертв, я воскрес, ныне я больше не живу, Юры нет. Это условно, я перед вами стою, нам так удобнее общаться. Что Юра, вам представь, чтобы долго не объяснять, кто я, и ты, и мы встретились. То есть, ну, равные почину во Христе Иисусе. Я больше не живу. Я изучаю Библию, то, как написано. И если Библия говорит, что я уже не живу, но Христос живет во мне, тогда, ну, понимаете, как... То есть, я объяснил, ваша задача понять, почему такое серьезное к этому и категорическое отношение. Что почему тебе это и никому это не нужно. Потому что это не библейские. Библейские я новое творение. И ныне по плоти не знаю никого. Так какой смысл тогда идти туда в 7 лет? Его уже нет, этого человека. Он умер. Понимаете? Сестра, Драгоценна, только ты не уходил так раньше времени. То я очень заволнуюсь тогда. То есть, это... И придется как-то, может, и раньше уезжать, да? Вот. Понимаете? Это серьезно. Это серьезно. Поэтому это не работает. Оно не может работать. Либо тогда, смотрите, либо если это работает, тогда Библия не работает. Потому что Библия говорит о другом. Вот. Но мы почему-то... Нас как... Вот. Ветром учения носит во все сферы. Туда, сюда, что-то еще придет. Какие-то постоянные фишки. Я родился в харизматической церкви. Вот. Чего мы только не делали. И чего только не совершали. Но как детям, простительно. Но когда зрелый становишься, ты понимаешь, а чем мне нужно делать. Вот мне Библия не говорит ничем таким заниматься. Мне Библия говорит, слушай, ты тратишь время. Ты хочешь изменить свою жизнь? Я тебя сегодня спрашиваю. Ты реально хочешь изменений в жизни? Аминь. Читай еще раз. Сын мой. К тебе говорю. Ну давай, ладно, чтобы тебе проще было. Сын мой и дочь моя. К словам моим внимай. Внимай к словам. Божьим. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Понимаешь? Вот чем тебе нужно заниматься. Вопрос в том, что мы в это не верим. Мы в это не верим. Мы идем. Почему мы идем куда-то туда? Потому что мы не верим в это. Мы знаем эти многие места Писания, но мы не живем ими. Мы не поступаем. То есть, по сути, мы должны признаться, что мы Богу не верим и не доверяем. Что Он может изменить. Хорошо. А нам нужно поверить. Словам моим внимай. К речам моим. Преклони ухо твое. Аллилуйя. К речам. Что такое Библия? Речь Бога. Правильно? Слово Божье. Давайте я просто вот сокрушу сегодня всех психологов и все это. Просто. Выбьем основания из-под них. А однажды я присутствовал. Кто? Слушайте. Иерусалим, еврей. Это круто все, да? Кто это? Сестра. Вот ты опять помахала. То есть, я уже переживаю. Потому что я уже не хочу тебя сегодня расстраивать больше. То есть, ну. Но придется. Был я на одной, на одном мероприятии. День рождения церкви. Вот. Смотрите. Я всю жизнь жил с вот этим чувством. И только поймите меня правильно. Я не антисемит. Ну, как это? Я еврей. По плоти. Я из язычников. Но причем через моего отца Авраама к еврейскому народу. Аллилуйя. История Давида. Это моя история. История патриархов еврейского народа. Это моя история. Аллилуйя. Иисус Христос. Мой царь. Мой брат. Мой Бог. Мой Господь. Мой Целитель. Аллилуйя. Спасение мое. Аллилуйя. Он мой брат. Ты знаешь. И он твой брат. Правильно? Старший брат. Вот. Поэтому это все нормально. И я поэтому как бы так спокойно говорю. Просто некоторые так сильно от этого напрягаются. Но я жил вот с этим чувством. Всегда какого-то вот Израиль. Что-то вот благоговенное. Всегда вот такое вот. Ну, и я тоже как бы старался все это понять. И вот на одной мероприятии присутствовал день рождения церкви. Я не уложусь сейчас. Вот. Не знаю, что делать. Я еще даже не начал. Вот. И вот там было. Значит, ну все хорошо. И там был один пастор. А почему-то вот пастор, который меня пригласил, он говорил. Юр, ну ты только не ругайся ни с кем-то. Пожалуйста. Я так прям как-то напрягся. Думаю. Чего так обо мне? Ну, как-то это. Не спорь ни с кем. То есть. А он знал уже учение, в котором пребываю я. Ну вот. Он со мной спорил. То есть много. Но один на один. Мы размышляли. Но он потом переборол его. В общем, он тоже заразился. Но он говорит. Только пожалуйста. Ни с кем не спорь. Ну тут вот покрой их там. Вот. Ну я говорю. Брат, ну что ты обо мне так-то уж совсем. Ну. Это. Огорчил меня, что это. Такое мнение ты обо мне. Но, возможно, он был прав. Мы зашли в пастырскую после проповеди. И там был один брат. Я знал. С кругольного камня пастор. Он, ну по еврейской теме, ну просто вот, ну вообще фанат прям. Еврей. Ну как бы дело такое, как бы каждый, ну не вопрос. Но я стал свидетелем разговора третьего нашего знакомого пастыра. И он говорит, вот этот пастыр с кругольного камня. Он говорит, вот раввины, у них настоящая мудрость. У нас ее вообще нет. Вот евангельских священников, христиан вообще ни разу. Вся мудрость у них. И, ну, я не смог промолчать. Я говорю, так это ложь. В смысле? Я говорю, это ложь. Это неправда. Нет у них вообще никакой мудрости. Человеческая, да, Божьей нету. Как? В смысле? Я говорю, ну, логично подумайте. У них нет Духа Божьего. Мудрость откуда она берется? У них нет ума Иисуса Христа. Она, ну, не может, ну, мы как бы по Писанию должны размышлять. Внешне они кажутся мудрыми. Для этого мира мудрыми. Интересно, все там у них талмуды. Вообще невозможно нам изучить это. Но у них нет того, что есть у нас. Я умнее любого еврея. Мои дети умнее любого еврея. Мои дети благословения любых евреев. Это, когда я говорю, там просто скрежет в зубах, то есть, ну, у многих. Просто клинит. Я не возношусь над ними. Ну, я реально верю в Библию. Ну, что тут поделать с этим? Ну, вот Библия, представляете? Вот она, Библия говорит, что у меня ум Иисуса Христа. У какого раввина есть ум Иисуса Христа? У какого? Почему он меня умнее? Я умнее. Юра не умнее. Но Сын Божий, который в духе, умнее. Ведь там же не Юра живет. А кто там живет? Иисус Христос. Как я могу? Я с лицемерию и совру, если я скажу, что, ну, да, они умнее. Но так же это будет ложь. Я буду молчать. Ну, промолчу или как-то соглашусь. Ведь тогда я скажу, что Христос не умнее их. А Он был всегда умнее их. Всегда. Он и сотворил все. Для Него все сотворено и им все сотворено. Все власти, начальство и даже дьявол. Все сотворены им. И для Него. И все подчиняются и им его боятся. Как я скажу, что я, а они умнее? То есть, ну, нет. Нет. Потому что кажется, как будто я возношусь, когда я говорю такие вещи. Но вопрос в том, что я возношу Его. И я говорю Библию. Он умнее всех. И Он живет во мне. Я что с этим могу сделать? Ну, так написано. Так есть. Поэтому я, конечно, там что было? Ой-ой-ой, там просто. Но Дух Святой умнее всех. И Он живет во мне. И Он живет в каждом христианине. Аллилуйя. Слава Иисусу. Тогда, понимаете, какая вот это, то, как я верю. Это то, как я себя качаю. Ну, это то, как я себя назидаю. Поэтому как я могу сказать, что психолог умнее или лучше? Ну, вы понимаете, что за этим стоит? Это не просто какое-то религиозное пренебрежение или религиозное отрицание. Это слово. Так в нем Дух Божий? Ну, так это же тоже на самом деле, как у психологов. Нет. У них нет Духа Божьего, у психологов. Нет у его. Психологи работают с чем? С душой. А если нет? Ну, вот вопрос. Это, ну, есть ли эти, эти, как их, оборотни или еще, не знаю, не знаю. Есть ли такое что-то, психолог-христиан. Это две, вот вы когда начнете вникать более глубоко, вы поймете, что это взаимоисключающие вещи. Но Библия никогда их так не называет. Зачем нам это прикручивать? То есть, по сути, по сути, как бы какой-то функции, в какой-то мере, да. Но психолог, он работает с душой. С душой. А душу, друзья мои, что нужно сделать с душой? А с чем он работает? А чувство это что? А что такое хорошо? Что такое душа? Вот что такое, понимая, в моем понимании? Да, вот в моем понимании, что такое душа? Это разум, это чувство, это память, эмоции. Вот что такое душа. Если вы заметили, если вы уже достаточно долго живете на земле, то увидели, что душа достаточно предательская такая штука. Очень сильно нас подводится. И из-за нее все и проблемы. Из-за нее все депрессии, все огорчения, непрощения, злоба. Все, все, все рождается в душе. Да? Мы в Библии привыкли плоть считать, тело, ну, наши вот плоть, плоть вот это. Но если вы заметите и почитаете, плоть там подразумевается в двух пониманиях. Не тело есть плоть, которая перечисляется в пятой голове, а душа. В душе рождаются всякие мысли греховные там и то, и то, и то. И она противится, понимаете? И ее невозможно с ней совладать. Библия говорит, что с ней нужно делать одну штуку. Ну, или обновлять, и обновлять это можно сказать ее. Ее нужно умерщвлять. Павел говорит, я умер, я больше не живу, но Христос живет во мне. Иисус говорит, если душу свою попытаешься сохранить, потеряешь ее. А если ее потеряешь ради меня, я всегда думал, это значит, надо поехать в Пакистан, в Афганистан, сказать, выйти на площадь, я христианин, веруйте в Иисуса, голову умирает, я душу сразу жик и потерял. Но на самом деле, когда я стал вникать в слово, я понял, что он имел в виду Иисус. Потерять душу, это умертвить ее. Я больше не живу. Живет Христос. Душа это я, Юра. Вот тот Юра. Это я. И из-за него все проблемы. Он мой враг. Мой враг не дьявол главный. Дьявол не главный мой враг. Я не знаю, как твой. Мой главный враг это я. Вот с чем я борюсь. Оно не хочет ничего делать. Оно не хочет сужить Богу. И я его умерщвляю. Понимаете? А психологи копаются в этом и развиваются в этом. Психологи это все стимулируют. Они ищут, кого ты там, кого, чего ты там не простил. Или они начинают развивать. Да, да, да. Это оттуда. Мы же работаем с Духом. Духом Божьим. Мы умерщвляем душу. Мы заставляем душу. Что это такое умертвить душу? Мы заставляем ее думать, как Слово Божье. Мы заставляем ее. Мы ее подчиняем, чтобы она думала, как Слово Божье. Почему не происходит? Это ключ ко многим вещам. Почему не происходит исцеление, чудеса и многие вещи? Потому что душа не верит. И мы ее заставляем учить Божье Слово. Мы заставляем ее ходить в Божьем Слове. Мы заставляем подчиниться ее Божьему Слову. И когда она... Это знаете, вот как вот если взять Дух. Вот здесь, вот здесь тело. Тело вообще нейтральное. Оно вообще хорошее. Никогда не говори о своем теле плохо. Если твое тело разрушится, ты уйдешь сразу. Ты не сможешь его держать. Это наш якорь здесь. Оно очень хорошее. Оно просто как бы говорит, вы там как бы решите, кто. То есть душа, ну значит, дух, ну так дух. То есть оно нейтрально. Как и деньги. Как и интернет. Короче, кто как использует. Но душа, это как знаете, вот такой, как кран. Можно кран, можно для меня это как фильтр. И она почему-то, я не знаю, почему так устроена. Дух, могущественный дух, не может обойти душу. Так мы устроены. Должно проистекать через душу. И душа в таком состоянии и месте находится, что без нее, ну никак. Хотя мы ее говорим, что она вражески ведет. Но без нее никак. И она хорошая так-то. Но она извращена была. И научна. Поэтому мы называем, ее нужно обновить, ее нужно научить. И когда она научается, она соглашается с духом. Она начинает так же думать. Она начинает так же мыслить. Так же поступать. И тогда дух тихонечко, легко течет. Или очень могущественно. Ему легко проистекать через душу. Они едины. Пока этого не происходит, она противится. Поэтому работать с ней в этом плане, это бесполезно. Поэтому, когда я говорю, что я против психологов, я не потому, что я психанул и вот знаете, такой вот, вот такой отрицал его всего. Нет. Потому что глубоко надо вникнуть, как вообще все происходит. И почему должно работать. И что не будет работать. Понимаете? Но люди, вот это вот, почему мы и бежим. Куда-то и чего-то ищем. Вместо того, что Библия нам говорит идти в слово. Вникай в слово. Почему нужно вникать в слово? Вот Бог так захотел, что ли? Нет. Потому что, когда ты вникаешь в слово, душа твоя в этом участвует. Она начинает смотреть в слово. Она начинает изучать слово. Она начинает думать, как слово. Поступать, как слово. Реагировать. И тогда вот это начинает все работать. И это процесс непростой. И это процесс такой, ну требующий время и усилий. Обновлять свою душу. Учиться жить, как Иисус. Аллилуйя. Это и есть возрастание во Христа Иисуса. То есть Иисус. Дальше. Смотрите. Я очень секрет. Конечно, я называю это у нас так. У нас есть городок Топки. И он находится где-то километров 30 от Кемерово. И вот иногда мы говорим так. Ты через Топки, что ли, ехал до меня? Поэтому я то, что хочу сказать. Я через Топки, походу, захожу сегодня. Суть в чем? Смотрите, вникайте. Кто такой Иисус? Кто такой Иисус? Сын Божий. Еще у Него есть имя. Смотрите. В нашем разуме отделяется. Вот мы говорим. Слово Божье. Вот Библия, Слово Божье. А Иисус кто? Слово Божье. Понимаете? Слово Божье. Смотрите. И у нас, когда мы часто говорим о Библии, мы же не подразумеваем, что мы говорим о Иисусе. Там говорится о Иисусе. Ну, говорится, я Моисея, я многом. Но на самом деле, Библия называет Иисуса Словом Божьим. Библия и есть Слово Божье. Это и есть Иисус. Иисус думает, как Библия. Это и есть ум Иисуса Христа. Библия. Это не какой-то секретный там ум, не знаю, там, какого-то. Это и есть Библия. Понимаете? Смотрите теперь. Почему? То есть, вы поймите, насколько сильная мощь против всего этого восстает. Когда ты начинаешь догадываться, что это вообще такое. Библия говорит, проводи со мной время. С кем время? С Иисусом. Время. И Иисус и есть Библия. И когда ты вникаешь в Библию, ты вникаешь во Христа. Понимаете? У кого есть доступ и мощь вникать в Иисуса Христа? У какой религии? Или у каких психологов? Ни у кого этого нет. Только у нас. Вы понимаете, почему? И такая сила за этим стоит. И мощь. Это как разменяться, я не знаю. Золото на дерево какое-то. Это с бриллиантов на что-то, на какие-то горшки. Понимаете? У нас мощь. У нас сила во Христе. И Библия, когда говорит, Сын мой, внимай к речам моим. Внимай. К Иисусу. Понимаете? Это не просто молитва. Это не просто, когда я молюсь с Иисусом. Ты когда в слово вникаешь, ты напрямую общаешься с Иисусом. Ты погружаешься в Иисуса. Ты преобразовываешься в Иисуса. И он говорит, Смотрите, да не отходят они от глаз твоих. Понимаете? От глаз твоих это что-то такое? Нужно заниматься этим серьезно и постоянно. Он говорит, Слово мое пусть от твоих глаз не отходит. Смотри на Иисуса. Понимаете? Наше поколение, поколение энкаунтеров Иисус, поколение всего чего угодно, только не Слово Божьего. Церковь сегодня отошла от слова так сильно, она перестала проводить со словом время, усилие и свой разум. Не погружать во что угодно. Но признайте себе честно в этом. Когда ты изучаешь Библию, вот так регулярно, постоянно пропитываешься, только минута. Когда? Нету. Нам хочется, нам нужно, душе нужно развлекаться. Что-то такое, кипиш какой-то. Вот я показывался там, где мы смех вот этот вот, все вот это вот у нас было. Кувыркание от смеха вот это все. Вот так в таком я родился. Это все. Но потом со зрелостью понимаешь, что что-то, короче, это вот, это все классно, ну вот поиграть это все, песочницы, дети, побаловаться. Но что-то серьезное есть такое. Что-то есть глубже. Слово Божье. Аллилуйя. Есть что-то то, за что советские верующие садились на 25 лет в тюрьму. А вот за Созу вряд ли кто сядет. А? За что они садились? У них что, был интернет, проповеди какие-то, куча проповедников, пророчества всякие. У них была только одна штука. И то труднодоставаемая Библия. И они за нее жизнь отдавали. А современные христиане другие. У нас есть все. Но только слово мы оставили. Понимаете? Поэтому Библия говорит. Бог говорит, что ты. А она говорит, вот то, что ты будешь делать. Потому что вот то, что ты будешь делать с Библией, это есть жизнь для тебя. Жизнь. Вот жизнь, жизнь. Во всем. Понимаете? Поэтому как я могу сказать человеку к психологам идти? И мне дурно слышать, когда пастора говорят, вам надо идти к психологу. Конец тебе. Ты реально говоришь, что Иисус, короче, не помогает. Ну не помогает Иисус. Нужно идти туда. Это война. Война мнений. Война титанических плит, хотите, не знаете. Это что-то серьезное. Это небо с землей. Это что-то просто... Мы говорим, что Христос, короче, нет. То есть надо идти к мирским. И они тебе помогут. Как это могут они тебе помочь? Они не могут помочь. Они себе, как мы сказали с вами, не могут помочь. А у нас есть откровение. И они ищут откровение. Сынов света. Они ищут. А мы не занимаемся тем, чтобы пребывать в откровении, возрастать в откровении. Мы заняты всем, чем попало. Только не этим. Поэтому поймите и простите, почему такое как бы, ну, нет. Есть лучший путь. Есть больший путь. И как бы это ни казалось банально, и странно, это Библия. Иисус Христос. Займись Библией. Займись Библией. Ты еще там и деньги заплатил, наверное, психологу. Вообще отличный вариант. А Слово Божье заплатило за нас. А мы не хотим проводить с ним время. Парадокс серьезный. И проблема налицо. Вот оно как, понимаете? Устроено. Поэтому Библия и говорит. Хорошо. А сколько вы мне еще можете дать время? Ну, так, по-серьезному. Потому что мое время, это вот только что минут 20. Ну, вот это по-честному. Хорошо. Матфея 7. О том, что вчера говорил Алексей. Матфея 7. То есть давайте так еще раз. Прямо вложим в свою... Так, как правильно? Вложим или покладем в голову? Вложим, да? Будет правильно сказать, да? Это еще тружусь над речью. Супруги нет. Так бы она меня сразу поправила. Не постеснялась. Хорошо. Итак, Иисус Христос есть Библия. Мне очень понравился этот пример Кари Блейка, когда... Вот она как-то, знаете, вот есть вещи, которые зашли, и ты вот, ну, тебе проще это понять. Если бы существовала фантастическая машина, и она умела материализовывать вещи, то когда страничку, я не знаю, что-то из неорганики делать, органическое и живое, и ты свернул бы страничку псалма какого-нибудь, любой, любой странички из Библии, и положил в эту машину, что бы получилось? Вот она, машина, умеет это делать вживое что-то. Что бы получилось? И из этой машины вышел бы Иисус. В Библии ДНК Иисуса. В каждой странице ДНК Иисуса. Это Он и есть. Записан. Когда ты берешь Библию в руки, ты реально, ты же хочешь соприкоснуться с Богом. Ты поэтому и бегаешь по всем этим местам, чтобы соприкоснуться с Ним, пережить Его. Не нужно тебе никуда ехать. Возьми в руки Библию. Ты физически прикоснешься к Нему. Реально. Но она, Бог не говорит просто держать ее в руках. Потому что она так не работает. Но единственное физическое соприкосновение с Богом это не мурашки и не переживания. Мурашки реально приходят от какого-то рок-концерта. Мурашки. Это не показатель духовности. Вообще никак. Когда ты берешь Библию, ты реально прикасаешься физически. Это единственное физическое соприкосновение с Богом на земле. Единственное. Я понимаю, звучит это непросто. Но если ты хочешь реально физически прикоснуться. Вот я вам говорю, как верю я. Вот. Реально. Я хочу общаться с Иисусом. Что я делаю? Я или молюсь, или читаю Библию. Вот. Соприкасаясь с Богом. Поэтому Он говорит. Внимай, вникай, держи перед глазами. Это есть жизнь для тебя. Почему? Потому что это Иисус. А Иисус приносит и есть жизнь. Он путь, истина. Аминь. И жизнь. Он. Поэтому мы и должны пребывать в слове. И это начинает работать. Это начинает приносить жизнь, исправление, чудеса. Просто выпрямлять все. Все приходит в гармонию. То, как это было запланировано. Иисус Христос. Больше всех. И это есть Библия. Еще почему я так пробуксовываю? Чтобы ты прям вот этот образ поместил в себя. Понимаете? Поэтому мы как-то... Поэтому как ты можешь бежать куда-то? Вот куда тебе надо побежать? Это точно взять Библию и где-то просто проводить время. Но не скажут они тебе умнее, чем слово. Потому что слово больше. Так. Матфея, седьмая голова. Хорошо. Вот Алексей вчера очень хорошо об этом говорил. По поводу, я думаю, вот еще, что у вас могло скрипеть. Вчера. Соза. Так, Соза мы... А этот... Логос и Рема. Вот. Это вообще, то есть... У кого... Ну, скрипело? Нет у кого-нибудь? Было, да? Как много у вас там было, то есть? Ну, нормально. И так, Логос и Рема. Хорошо. Смотрите, какой интересный момент. И так. Вот смотрите, что говорит Иисус. Седьмая голова. Двадцать четвертый стих. И так. И так, понимаете? И вот он стоит перед вами. Иисус. Представьте его. И он говорит, и так, ребят. И так. А у нас что-то все не так, то есть, ну. А нам нужно послушать его, что он говорит. И так. Всякого. Кто слушает слова мои. Аминь. И исполняет их. Уподоблю мужу благоразумному. Который построил дом свой на камне. И пошел дождь. И разлились реки. И подули ветры. И устремились на дом тот. И он не упал. Потому что основан был на камне. И так. Единственная возможность преодолеть все препятствия. Все трудности. Внутренне наши. Или внешние. А внутренне что я имею ввиду? В семье что-то происходит. Какие-то вещи. На работе что-то происходит. Или глобальные на уровне России. Войны, слухи, страхи. Рубль, доллар, биткоин. Там не знаю. Все вот это вот. Что там происходит. Все это. И так. Чтобы это все преодолеть. Это может прийти. Но преодолеем мы, если мы слушаем и исполняем слово. Он гарантирует нам это. Правильно? А всякий, кто слушает. Вот что вы делаете сегодня? Слушаете. Правильно? Вот что вас ждет. А всякий, кто слушает сии слова и не исполняет их. То есть понимаете в чем дело? Как ты их будешь исполнять, если ты их не знаешь? Тебе надо слушать. Ты не знаешь, что говорит Библия. Но просто слушать не работает. Нужно исполнять. Понимаете? Вот в чем секрет. И вот в чем и проблема. Вот в чем и решение. Слушать слово. Я, вот я сказал, что мы искали. Я больше не ищу. Все, я нашел. Реально нашел. Неожиданно. Не так я себе это представлял. Я думал, за меня помолятся. Я думал, на меня что-нибудь нальют. Ну масло какого-нибудь, ручонки на меня возложат. И все это у меня зайдет. То есть я стану супер-пупер. И все будут исцеляться, падать, летать. И все это будет происходить. Вот искренне в это верил. Но не происходило. Но всегда казалось, куда-то надо ехать. И чего-то надо за это заплатить. Вот. Когда я нашел это, один мой друг звонит и говорит, слушай, служил тут с одним пастором. Такие там пророчества, все. А я уже как бы в этом уже начал двигаться. Вот. Он говорит, хорошо бы тебе к нему съездить. А он знает, что я всегда это искал, любил. Хорошо бы тебе съездить, чтобы он тебя руки возложил. А вот он к Билл Джонсону ездил. И тот на него руки возложил. И у него что-то пошло. И я вспоминаю, думаю, что-то мне это в деяниях напоминает. То есть, ну. Ну и он, конечно же, туда к Билл Джонсону еще повез. Что? Жертву. Хорошую. Большую. Серьезную. Вот. Нормально. Но я понимаю, что и он мне говорит, ну, тебе до Билл Джонсона как бы, ну, не добраться, наверное. Ну, хотя бы туда. Туда, я понимаю, туда с жертвой, ну, с деньгами, то есть, надо. И я думаю, слушай, где-то я это читал в деяниях, то есть, в одной из глав. Был дяденька, хотел Святого Духа. Видел, как это передается. Чего-то ему Петр там такое сказал, что он говорит, помолитесь за меня, то есть, чтобы со мной не случилось. Понимаете? Вот. А я к чему это все? А что я туда свернул? Вы нашли себя. Во, нашел, да, нашел, нашел. Молодец, сестра. Вот, вот слушает, понимаете, то есть, да. То есть, я нашел. Мне это не понравилось, я вам честно скажу. Мне это не совсем понравилось. Потому что это как-то так, ну, как-то думал, все-таки будет вот так как-то поехать, привезти, и все случится. А тут надо вникать, тут надо читать, тут надо исполнять и делать, и тогда сучиться. Понимаете? Дальше. Так, он говорит, значит, и не исполняет их, упадается человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и залезли реки, и подули ветры, и налегли на дом, и он упал, и падение его было великое. Вот, почему у христиан бывают проблемы. Потому что мы слушаем и не исполняем. Какой ответ? Слушать и исполнять. Вот, я к чему? Он говорит, и так всякого, кто слушает слова мои. Пожалуйста, вот кто, как говорится, что за слово там, слова? Что за слово? Греческий, быстренько включите кто-нибудь. Нажмите. Что за слово там? Смотрите, он говорит, и так, всякого, кто слушает слова. Какие слова? Что за слово там? С греческого, посмотрите. У вас есть что-нибудь там такое? Вот, вот то слово, вот в краю, в углу оно. Слушает слова. Что за слово там? Греческое слово. Какое? А? Ладно. А у вас еще нету Библии, что ли, вот так, а? Смотрите и учитесь. Кто, что там, сестра, посмелее. Хорошо, наверное. Вот я включаю, у меня тут точно. А где, почему, наверное? Не включил это, да? Нет? Ну, смотри, учись. Итак, Матфея 7, 24. Слово. Логос. Слово, выражение, изречение, дело, речь, рассказ, молва, слух. Записанное слово. Теперь смотрите, вникайте, что Алексей вам вчера пытался объяснить. Итак, всякого, кто слушает, давайте мы перефразируем. Логос. Итак, кто слушает логос. Мы, нас учили рема. Нужно откровение. Откровение нужно. Но Библия не говорит об этом. Библия говорит, всякого, кто слушает логос, записанное слово. Записанное слово, это Иисус Христос. Итак, понимаете, как все тут очень хитро и все очень умно у Бога. И пазлы начать у вас должны складываться. Поэтому он говорит, кто слушает логос, а то есть равно записанный Иисус Христос, он и говорит. И исполняет их уподоблю. Мужу. Понимаете? Хорошо. Иакова, первая глава. Вот такая Библия крутая вообще, а? Прямо огонь. Вы здесь? Что мне как, уезжать сегодня, завтра? Или не уезжать вовсе? Аллилуйя. Слава Иисусу. Иисус Царь. Так, 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 подождите. Иакова, первая глава. Так, 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 так. На, вот, смотрите, 23 стих. А давайте 22. Смотрите. Что Иаков говорит? Иаков говорит. Езжайте на энкаунтер. И будет вам счастье. Так, а сестра, мы чтобы договорились, ты не уходи. Ну, пожалей меня, да, то есть это по работе, ладно. А то я это чувствую. Я же, понимаешь, так-то тут вроде смелый, а так-то кроткий и смиренный, да? И переживающий. Итак, Иаков пишет в Слове Божьем, что есть Иисус, правильно? Это записано Иаковом, но по побуждению Святого Духа, аминь, что является Христом. Он говорит, ибо будьте же исполнителями слова, правильно? А не слышателями только обманывающих самих себя, правильно? Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Здесь, чтобы объяснить все, нужно еще две проповеди. Но я вам вкратце скажу. Во-первых, начнем. Исполнителями слова. Какое вы, как думаете, там слово? Какое слово? Божье слово. Ну, это понятно. Греческое какое слово? Кто сказал Рема? Там Рема записано? Там прям Рема? Давай посмотрим. Так, 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 так. Нашли? Какое там слово? Нашел? Логос. Малин, что делать? Как быть? Понимаете? Что такое логос? Записанная Библия. Записанная Библия. Понимаете? Апостолы говорят нам следующее. Ребята, будьте исполнителями записанного Божьего слова. Если вы его слушаете и не исполняете, вы сами себя обманываете. Понимаете? Вот чем мы должны заниматься, христиане. Вникать в слово и исполнять слово. Тогда все начинает работать. Мощь и сила Божьего Царства. Исцеление, восстановление, благосовение. Все работает через это. Мы развлекались долго. Делали всякое. Делали. Ну, Бог милостив. И дети мы... Ну, дети разные бывают. И спички возьмут, и чего-нибудь там. Чего-нибудь там. Ну, всякие интересные вещи. И пальцы в розетку, да. И какого-нибудь там. Какого-нибудь муравья через лупу. Солнце там. Ну, что-то я такое вспоминаю из детства. Вот. Разное мы глупости делали. Но вы вникнете в то, что говорит слово. Понимаете, друзья? Логос записанный нуждается в изучении, в назидании себя им. Держать его перед глазами своими. Размышлять это. Хорошо, давайте я буду заканчивать. Как это практически делать? Практически делать. Одно из фишек. Одно из фишек, как это делать. Я проснулся сегодня и стал, ну, в общем, размышлять. И что я стал делать? Я взял стих из Библии. Я перешел из власти тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего. Что есть власть тьмы? Болезни, нищета, проблемы, трудности. И все туда стал перечислять себя. Я ушел из-под власти вашей. Я вошел в власть и царство Иисуса. Я в царстве. Что есть в царство? Царство, благосовение, радость, мир, праведность, здоровье. Это принадлежит мне. Мне не принадлежит власть моей. Ты не имеешь надо мной власти. Ты не можешь быть в моей жизни. Я говорю тебе, ты ложь. Ты обманываешь, что ты имеешь право прикасаться к кому-то или что-то. Ты не можешь этого делать. Я начинаю слово размышлять над словом. Я начинаю о нем думать. Я начинаю его впитывать. В этом, понимаете, дело же не без каком-то просто произношения слов. То есть, да, на каком-то этапе нужно с чего-то начать. Нужно это говорить и эти вещи, и провозглашение, и все эти вещи. Но суть, основная суть всего этого, это в том, чтобы себя назидать словом, и чтобы слово было растворено верой в наших сердцах. Чтобы мы начали так думать, размышлять. Это было, нас не переубедить было. Дьявол не мог никак нас разубедить в этом. То есть, мы себя назидаем этим. Вот так делают. Одна из фишек. Я начинаю слово. Вот нас вчера кормили потрясающим мясом. Вот, его надо, короче, оно такое, его надо жевать. Его сразу не проглотишь. Его нужно разжевывать. Вот я ночью жевал мясо Божьего Слова. Я его жевал, я им назидался и уснул. Вот, проснулся, опять стал думать об этом. Я этому учусь. Я не делаю это в совершенстве еще. Но я выбрал этот путь. Я отказался от всякой глупости. Мне Библия этого не говорила. Мне Библия сказала, ты хочешь иметь успех, Юра? Ну, да. У меня дети, как бы церковь, как-то надо... Да, Господи? Тогда займись вот чем. Пусть Слово Мое пребывает тебе в твоих глазах, в твоих ушах. Слушай, вникай, и они будут жизнь для тебя и лекарство для всего твоего тела. Аллилуйя. Аминь. Понимаете, святые, почему такая категоричность? Потому что мы любим тело Христово. Потому что мы хотим, святые, мы хотим видеть церковь сильной. Не по-человечески, а как Иисус. Все тянулись к Иисусу, все бежали к Иисусу. Почему? Что он был классный психолог? Что он был, не знаю, какой-то учитель супер. Все бежали из-за него, из-за того, что от него исходила сила и власть Божья. И никто говорил, никто не может этого творить. Правильно? Поэтому и хочется видеть церковь не слабой, не какой-то, которая бежит к миру и тащит из мира. Вот знаете, как у меня всегда картина рисуется. Ребенок вот с пола, маленький на коленях пола, ну все в рот тащит. И надо все с пола убирать. Вон чего-то туда. У меня была собака и ребенок. Им надо следить было, чтобы ничего это, и потому что в рот все пойдет. И волосы все время были во рту от собаки. То есть такая собака шерстяная была сильно. Золотистый ретривер. Тут вчера у вас видел, такая классная. Ну ладно. Да я просто сильно хочу, жена не разрешает убираться там это все. И вот церковь, она все тащит в себе. Сейчас какие-то ретриты, ретриты пошли. Ретриты, что за ретриты? Эти йоги ретриты эти делают. Огромные собирают собрания и медитируют. Мы-то здесь при чем? Мы сыны Бога живого. Мы что, будем это делать что ли? Да я лучше в Библию пойду. Я медитирую, да, я медитирую. С Библией. Они свой разум что-то там пытаются. А я свой разум, я его не опустошаю. Я его забиваю. Слово, аллилуйя Божьим. Оно во мне сковано. То есть оно настолько. Раз ситуация, жик это. И мы даже должны стать с вами противными. В этом случае. У нас должно быть слово, знаешь, как бы с тобой даже не поговоришь. Ты раз, там ой что-то там, там ранами Иисуса ты исцелен. Да я знаю там это. Понимаете, должно настолько внутренне стать. Ты должен говорить слово. Ты должен размышлять словом. У тебя должно быть слово. Это нужно выковывать. Это себе нужно формировать. Это не приходит из-за одной проповеди, из-за одной конференции. Или просто ты прочитал одну книжку. Это нет. Это образ жизни. Который невероятно успешный. Вот. Поэтому хорошо. Я знаю. Вы церковь, которая такая харизматическая. То есть, ну, или вы родились в этом. Я же не знаю, кто вы сейчас. Вот. Потому что сейчас сложно. Я даже не знаю, кто я. Я не писятник, не харизмат. Не баптист. Не это. Я даже кто мы? Мы вот в церкви сидели. А кто же мы? Юридически мы писятники. То есть, это. Но я же не то. Я и на языках говорю, и крещен. И чудеса происходят. И толкуем мы, и пророчествуем. У нас все есть. Кто я? Христианин я. Ученик Иисуса Христа. Вот. Вот кто мы. То есть, ну, надо как-то в мире обозначаться. Поэтому я что говорю? Что. Ой, а что я хотел вам сказать напоследок. А? Благосовить? Так вы же уже благосовены Богом. Аллилуйя. Короче, вы поняли мою мысль, да? Сегодня. Поэтому я вас очень еще раз в конце прошу. Простите меня. Но видите, какой угловатый. Вот только так и все по-другому не работает у меня. Когда мне говорят, у меня файлы не сходятся, и я как бы зависаю. Ну, как вот компьютер. Что когда мне начинают что-то с мира нести, у меня как бы не стыкуется. У меня сразу... Ходят в школу, обычно. Да? Ходят, да. Ходят. Но я бы хотел открыть свою школу. Почему нужны деньги? И я хочу очень сильно открыть школу. И институт. Реальный прям институт. Вот. Понимаете? Поэтому к вопросу, сколько нам надо денег? Много. Очень много. И не разово, а постоянно. Потоком. Хорошо. Святые. Это вот кто я? Это то, как я верю. То, как я учусь жить. И церковь у нас такая. Поэтому не всем это заходит. Некоторым тяжело. Но пытаешься объяснить. Не просто, что вот знаете, ты должен в платочке быть. И все. Вот так вот у нас отцы верили. Вот так мы верим. Вот так ты должен верить. То есть это как бы... Так нет. Но есть обоснование всего этого. Аминь? Хорошо. Слава Господу. Давайте помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!